Итак, да, меня действительно зовут Сергей. Я расскажу, как мы переезжали со Slack в Мотермост и как переехать в open-source на проект без боли для пользователей. Сходу маленький спойлер, никак пострадать пришлось немножко всем, и разработчикам, и пользователям. Так, с чего вообще эта история началась? Как я думаю, многие из вас знают, Slack в начале весны разослал всем российским компаниям письма счастья о том, что 21 марта он прекращает поддержку российских пользователей и все, кто не побеспокоился об этом заранее, в панике побежали придумывать, куда им переехать. У нас с этим была совершенно курьезная ситуация, потому что мы это предвидели, придумали решение, куда переедем, запланировались, запланировались где-то так на конец весны, и буквально через два часа после того, как это все было положено в бэклог, пришло это письмо, и приоритеты резко поменялись. Когда мы выбирали, куда переехать, мы исходили из следующих предпосылок. Во-первых, мы хотели держать нагрузку как минимум в полторы тысячи пользователей, а лучше немножко побольше. Во-вторых, мы хотели перевести всю нашу историю переписки, мы не могли позволить себе ее потерять. И в-третьих, мы хотели сохранить все фичи, которые предоставлял Slack, чтобы не терять привычный пользовательский опыт, то есть это воркспейсы, треды, всевозможные интеграции и все прочие прекрасные плюшки Slack. В-четвертых, хотелось бы иметь селф-кост отрешение, чтобы в будущем обезопасить себя от таких рисков новых. И, наконец, было бы круто иметь возможность допилить это напильником. На что смотрели? Вариантов было много. Матермост, Телеграм, Рокетчат, наш индексовый мессенджер. Телеграм отмелся, потому что там тредов урокспейсов нету. В Яндекс.Мессенджере пока тоже чего-то не хватает, не помню конкретно чего. Матермост с Рокетчатом, в принципе, конкурировали. В большинстве статей, где пишут про Матермост, в комментах спрашивают, о чем не Рокетчат. В статьях про Рокетчат спрашивают, почему не Матермост. Ну, вот как-то так сложилось, что выбрали Матермост. Что обещает Матермост своим пользователям? Во-первых, поддержку большой нагрузки пользователей. Да, там действительно Матермостом пользуются компании гораздо больше, чем Яндекс.Практику, не на полторы тысячи человек, а на десятки. Поддержка импорта данных и слака, да, разумеется. Есть готовые инструменты, есть инструкции. Берите, пользуйтесь, делайте раз, два, три и переедете. Мы вас очень ждем. Привычные фичи и слака, конечно, их есть у нас. Только приезжайте и пользуйтесь. Мы на это все посмотрели, сказали, да, берем. Но как берем? Как можно использовать Матермост? Во-первых, есть интерпризная версия Матермоста. Матермост. Поверим, что там все, что они обещали, действительно есть. Но она платная, и мы не могли ее использовать по тем же политическим причинам, почему не могли продолжать пользоваться слаком. Поэтому про нее просто забыли. Дальше есть фришная версия Матермоста. Это бесплатное здание из коробки, просто поставляемый докер-образ. Бери, пуль, поднимай, пользуйся. И, наконец, то, что мы называли open-source версией, собери свое из исходников. Ну, программисты ленивые, мы тоже ленивые, поэтому мы начали с того, что давайте посмотрим на фришную версию. Это же самое простое решение. И что мы там увидели? Поддержка большой нагрузки? Неаа. Фришная версия Матермоста поддерживает только одну ноду сервера. Что такое одна нода? Одна нода — это, во-первых, гарантированные даунтаймы при обновлениях, во-вторых, это просто нестабильно. Ну, что угодно может случиться с серверной стойкой, что-то может в дата-центре свет отключить, сетевые неполадки, метеорит на дата-центр упадет, фу-фу-фу-фу. Ну, ненадежно. Импорт данных из Slack'а? Да тоже не очень. Медленно, теряет очень много данных, и для того, чтобы это все перенести, нужно было сто раз присесть, чтобы побороть совместимость с разными версиями дампов. И, наконец, привычные фичи? Да тоже нет. Они либо сильно уступают по функционалу тому, к чему люди привыкли в Slack'е, либо они доступны только в интерпрайзной версии. Как раз вот поддержка кластеров — это одна из таких интерпрайзных фичей недоступных. Ну, хорошо, фрешная версия мотормаста нам не подходит, пошли смотреть на open-source. Ну, возможности бесконечны, это же open-source. Если что-то не нравится, допили под себя сам. Но если спуститься с небес на землю и вспомнить, что мы были ограничены сроком в 21 марта, и ресурсы ограничены, посмотрим поконкретнее. Есть интерфейсы, нет реализации. Это для тех фичей, которые доступны только в enterprise-версии. Достаточно просто было посмотреть, реализовать что-нибудь свое, и оно заведется и поедет. Были некоторые фичи неудачные, но готовые. Их можно было перепилить, оценили сложность, решили, что вроде потянет. И инструменты для импорта данных тоже есть. Это MMETL, MMCTL, тоже доступны в open-source. Можно было доработать. Ну, кажется, со всеми этими задачами мы могли справиться, и мы поехали это делать. Итого, перед нами стояли следующие задачи. Во-первых, держать высокую нагрузку, потому что фришная версия по исследованиям других компаний, на опыт которых мы опирались, в частности, на статьи Тинькова, держала uptime 96%. Ну, 96% означает, что оно час в день лежит. Страшно. Наконец, нужно было доработать перенос данных, не терять информацию о гостях, не терять ботов, не терять реакции, гусей. Причем тут гуси, спросите. Сохраню эту интригу на потом. И, наконец, дореализовать все привычные фичи. Итак, первая задача. Держать высокую нагрузку и не иметь даунтайма при обновлениях. Ну, решение, кажется, понятно. Хотим нагрузку, хотим хайлот, нужен кластер. Почему нельзя было просто взять и поднять кластер? Ну, как известно, в программировании три глобальные проблемы. Инвалидация кэшей и ошибка на единицу. Здесь во всех красках играла проблема инвалидации кэшей. Мотормост хранит в оперативной памяти практически все. Информацию о каналах, о членствах пользователя в каналах. Ну, в общем, почти все, кроме содержимого самих постов. Поэтому, если на одну ноду прилетал, например, запрос «переименуй канал», то другие ноды, которые это дело уже прочитали из базы, они об этом никогда не узнают, пока не ребутнутся. И поскольку также нет связи между нодами, если сообщение прилетело на одну ноду, пользователи, которые по веб-сокетам подключены к другим нодам, не получат это сообщение, пока не обновят страницу. Понятное дело, что для мессенджера это совершенно неприемлемое поведение. Действие, которое нужно было доделать, это реализовать сервис кластера. Как и говорил, интерфейс есть, нужно только реализовать. Что требовалось сделать в этом сервисе? Во-первых, сервис кластера должен знать обо всех актуальных нодах, подключенных к этому кластеру. Во-вторых, знать, является ли текущая нода лидером. И, в-третьих, собственно говоря, пересылать все сообщения между нодами кластера. И первое, с чего мы должны были начать, это выбор лидера. Здесь надо отметить, что, в принципе, все ноды мотор-моста функционально одноранговые. Лидер нужен только для первичного подключения, это такая номинальная роль. И важно, чтобы информация о том, где находится лидер, была доступна, лежала в каком-то месте, доступна для всех нод. В том числе и тех, которые кластеры еще не подключены. Это мог быть Redis, Postgres, любая другая база данных, не так важно. Мы реализовали это через Postgres. Каким образом мы это сделали? Мы завели табличку лидера с двумя колонками, адрес лидера и даты устаревания информации. И всякий раз, когда нода хотела узнать, кто является лидером, она входила в эту таблицу с исключительной блокировкой доступа и запрашивала список актуальных лидеров. Если таковая запись находилась, то отлично мы знаем, кто лидер. И кроме того, если запись, которую мы достали, это адрес той самой ноды, которая это спросила, это означает, что эта нода все еще жива, и она обновляла запись эксперт. Я все еще жива, на меня можно ссылаться. Если же мы такой записи не находили, то нода удаляла все неактуальные записи и записывала себя. То есть занимала место лидера. Таким образом, мы получали всегда сервис Discovery, всегда имели актуального лидера. Если какая-то нода помирала, другая нода автоматически занимала ее место. Все весьма надежно и достаточно просто в реализации. Теперь мы можем перейти к следующей задаче, это узнавать обо всех актуальных нодах кластера. Для этого можно использовать протокол Gossip, или, если правильнее сказать, группу протоколов, потому что между ними какого-то явного стандарта нет. Группа протоколов Gossip предназначена для передачи данных в одноранговой сети. В принципе, любых данных. Чтобы подключиться к такой сети, нужно знать адрес хотя бы одной ноды. Для нас таким связующим звеном, маяком, как раз является лидер. На Го есть библиотека MemberList, которая реализует этот протокол и умеет передавать список нод, подключенных к этой сети, не больше, не меньше, ровно то, что было нужно нам для решения задачи. Подключили, сервис заработал, мы получили результат. Готовый кластер. В результате что? Четыре ноды в двух дата-центрах, плюс еще одна нода для крон-задач, спокойно держала нагрузку, держит в полторы тысячи пользователей, и даже больше. Мы провели нагрузочное тестирование, спокойно выдержали 15 тысяч синтетических пользователей, и плюс еще в этот момент попросили живых коллег поучаствовать в стресс-тестировании. То есть мы спокойно выдержали нагрузку X10 от желаемой, и при этом мы не прощупали потолок. Можно было больше, но мы просто уже туда не забежали. Итак, мы справились с первой задачей, можем перейти ко второй. Это реализовать перенос всех данных из слака. Для этого требовалось доработать утилиту MMVTL, которая преобразует дамп слака в формат матер-маста, и поддержать импорт обогащенного дампа самим матер-мастом. На входе у нас было 10 гигабайт сжатых текстовых данных, то есть информация о названиях каналах, членство пользователей в каналах, сами посты, и около 16 терабайт файлов. Картинки, аватарки, всевозможные файлы, аттачменты к постам. Что было до того, как мы доработали MMVTL? Он обрабатывал этот дамп 10 часов и требовал 100 гигабайт оперативной памяти. 100 гигабайт оперативки — это совершенно страшные цифры, это не влазит ни в одну машину разработчика. После того, как мы это определенным образом отрефакторили, это стало занимать 20 минут и требовать 100 мегабайт оперативной памяти. Я думаю, вы уже догадались, что не так было в оригинале. Да они просто весь этот дамп пытались не поточно прочитать, а проглотить за раз. И если изначально там обрабатывались только самые базовые сущности, каналы, посты, пользователи и файлы, то после доработки туда добавились аватарки, информация о ботах, о гостях, о группах, они же групповые теги, о реакциях. Я обещал мем про гуся. Когда мы переносили реакции, у нас была одна реакция «гусь», которая в текстовом представлении была «гус с апострофом». Матермост этот апостроф никак не воспринимал и, соответственно, на импорте падал. Наш продукт очень посмеялся, когда мы сказали, что не можем в очередной раз импортировать сообщение пользователя, потому что нам мешает гусь. С какими проблемами мы столкнулись, пока это рефакторили? Во-первых, процесс переделки MMGTL занял неожиданно много времени, больше недели. Пока мы его делали, мы поняли, что нам было бы проще и быстрее написать это все с нуля. И, кроме того, люди в процессе импорта меняли логины и таким образом нарушали консистентность данных. Мы пошли на этот шаг, чтобы помочь нашим коллегам. Мы проводили импорт на живую. Вначале импортировали пользователи и каналы. Сказали, ребята, работайте. Вот ваши привычные каналы. Сообщения подтянутся хронологически в течение суток. Вот только логин пользователя — это в дампе мотормаста уникальный ключ, 4NK. Соответственно, когда человек менял логин, и мы доходили до импорта его постов, мы такие, так, а пользователя с таким логином нет. И нам приходилось справить, переименовывать. В общем, как-то изворачиваться. Какие выводы мы из этого сделали? Ну, во-первых, как я сказал, что мы поняли, что было проще написать все с нуля. Могли ли мы это понять с самого начала? Ну, наверное, могли. Какого-то готового универсального рецепта, как понять, делать с нуля или переписывать имеющийся инструмент, я дать не могу. Но можно попытаться выделить какие-то намеки, предпосылки к принятию такого решения. Во-первых, когда видно было, что исходный инструмент работает откровенно плохо. Посмотрев на эти 10 часов и 100 гигабайт, мы это поняли с самого начала. Следующий намек, когда задача, которую решает инструмент, она единоразовая. Один раз переехали и забыли, как страшный сон. Мы не собирались переезжать каждый месяц заново. И, наконец, когда задача, которую решает инструмент, может быть формально описана. По сути, форматирование дампов это просто перекладывание джессонки из одного формата в другой. Совершенно формальная задача. Кроме этого, следующий вывод — это не проводите импорт данных на живую. А если уж подписались под это, постарайтесь предотвратить изменение первичных ключей, чтобы не терять консистентность данных. И, наконец, разбивайте данные импорта на батчи. Это замечательное решение, потому что, когда вы импортируете маленькими кусочками, и на каком-то кусочке что-то идет не так, а он падает, и вы идете переписывать импорт или переформатировать эти куски, вы точно знаете, что предыдущие данные вы уже импортировали. Не надо их уже трогать. Удобно отслеживать прогресс. И последняя задача, которую надо было решить, это приблизить пользовательский опыт максимально к тому комфорту, который у него был в Slack. Для этого мы выделили обязательные и желательные фичи-хотелки. К обязательным отнеслись удобные треды, удобный качественный поиск, потому что он из коробки был просто мозголомным, в желательные фичи уведомления о реакциях, удобный редактор сообщений и тому подобное. Можно было бы описать, что мы делали с каждой с этой фичой, но это долго и не очень полезно. Поэтому я попробую просто рассказать о том, что было хорошо, что плохо, что в целом мешало и помогало их делать. начну с плохого. Во-первых, полное отсутствие документации по коду. У мотормоста есть документация, но она пользовательская, либо админская, о том, как что-то подкрутить в админке, она же системная консоль, как у них по мне называется, чтобы чего-то там донастроить. По коду ничего нету, просто лезь в код и разбирай его как хочешь. Во-вторых, спутанная логика между слоями приложения, API, сервисов, хранилищ. Просто на примере поиска, пока мы его доделали, этот поиск расползся, наверное, штук на 30 файлов, потому что помимо сервиса пользователя, сервиса поиска, он и в то, как запрашиваются какие-то служебные данные, базы данных, залез, и в то, как дергаются ручки поиска, куда он только не пролез. В мотормосте много самописных решений и велосипедов вместо хороших и зарекомендовавших себя. К ним можно отнести свой самописный логер с, например, проблемой передачи контекста вглубь, хотя можно просто взять использовать прекрасный зап. Или свои типы ошибок, которые не наследуются от системных и, соответственно, тоже не очень удобно подхватываются логерам. И очень спутанная система про проверки доступа. Вспоминаем предыдущий доклад. Там проверки доступа просто размазаны по коду в самых неожиданных местах, где разработчику вздумалось добавить. Когда мы, например, убирали проверки на наличие файлов лицензий, что, в принципе, было не нужно, вот где мы их только не находили. Во всех слоях приложений. Мне кажется, все эти проблемы вытекают из того, что это у нас созданная практика. Возможно. И что нам, собственно говоря, помогало? Во-первых, ну, будем честны, все-таки наличие этих самых слоев приложения. Да, где-то они немножко были перепутаны, но круто, что они есть, и они хотя бы какую-то точку входа, откуда этот клубок распутывать без документации, помогали разобраться. И интерфейсы сервисов. Другая крутая фича это возможность хранить конфигурации прямо в базе данных. Да, там просто есть конфиг, который там читает ZEN в переменных. Не помню, чем, по-моему, не каким-то open-source-ным. Скорее всего, тоже чем-то самописанным, но не так важно. Можно просто было поправить что-то в админке и не править при этом n в переменные, и оно автоматически раскатится по всем нодам. Миграции в стороне прямо в бинарник. Я это отнес в плюсы, но в целом это палка о двух концах. С одной стороны, круто, что достаточно поставить один образ, и миграции раскатится. С другой стороны, нужно следить, что одновременно выкатывается только одна нода, потому что миграции это транзакции. Пока не прокатятся транзакции, нода не принимает запросы. И, соответственно, если мы выкатим две ноды, то вторая просто будет простаивать и ничего не делать. И миграции не делает, потому что ждет транзакцию, и запросы пользователя не принимает. И плюс сложности могут быть с длительными миграциями, связанные с теми же просадками неактивности нода. Ну и поддержка плагинов. Круто, что они есть. Какие-то задачи просто заточили плагин, оно заработало. Не надо написать ничего самому. Плагинов да, много. В открытом доступе целая куча всяких разных всевозможных на гитхабе. И дальше несколько фан-фактов. Интерфейс приложения корневая точка доступа ко всему на тысячу с лишним методов. Вот просто можно увидеть, он где-то на сороковой строчке начинается, на 1170 заканчивается. Понятно, что это было сделано ради МОКа в тестах, но выглядит очень страшно. Круто, что в мотормосте есть русская локализация, но какая она? Давайте поднимемся и побежим. Вы хотите отменить сеансы или отменить? Онбординг. Давайте вставать и работать. И кнопка закрыть онбординг. Нет, спасибо, сам разберусь. Заглушка на списке пустых тредов. Обсудите свои темы. Выводы. Open Source не показатель качества. Немножко побуду капитаном очевидностью. Принятый на доработку проект требует полного тестирования. Некоторые вещи тестировать сложнее, чем другие, особенно как раз межкластерное взаимодействие. Я хотя и сказал ранее, что требовалось просто реализовать интерфейс кластера. На самом деле, хотя в основном и приемка сообщений, и отправка сообщений в другие ноды, они типа были, но очень дырявые. Многие вещи приходилось выискивать и править. Ну и то, что большие проекты могут содержать сюрпризы. Мы в течение пары месяцев после запуска продолжали находить какие-то неожиданные фичи, спрятанные в интерфейсе где-нибудь там дважды под бургер-меню. И подводя итоги, за два месяца силами полутора команд мы успешно переехали в Матермост, довели его до вполне приемлемого, более-менее комфортного состояния для пользователей. Мы его не забросили, мы продолжаем доделывать какие-то фичи. Ну и самое главное, что open-source версия Матермоста позволила нам реально малой крови пережить кризис закрытия слака. И прям мораль не бойтесь принимать на доработку большие проекты, они не всегда такие страшные, какими кажутся. Большое спасибо за внимание. Вопросы? Приветствую. Меня зовут Игорь. А ваш фор доступен? Нет. На самом деле с ним вообще совершенно отдельная проблема, потому что мы, ну, как известно в Яндексе Монорепа, мы, чтобы нормально использовать весь наш пас, уехали в Монорепу, и при этом мы потеряли все связи с реальностью. то есть, типа, мы просто сейчас это проблема в том, что мы не можем затащить себе, например, какие-то security фиксы из open-source версии. Мы разъехались настолько, что и затащить не можем, и при этом боимся, потому что, когда мы попытаемся что-то утянуть, мы просто сойдем с ума от конфликтов. Понял. Страшное дело. Привет. Спасибо за доклад. У меня есть такой вопрос. Почему для выбора ноды используется постгресс? Ну, понятно, что там обмазывается блокировками, но как будто бы это прям очень правильная задача для зукипера с его этими эфемерными нодами. Ну, наверное, просто потому, что постгресс у нас уже был, а зукипера надо поднимать, у нас его, по крайней мере, в экосистеме используемых сервисов практикума нету. и я думаю, поднимать его ради выбора ноды в мотормосте это что-то монструозное. Окей, ладно, я думал, есть коммунальный язык кипер, вот, поэтому спасибо. Добрый день, спасибо за доклад. Интересна была статистика, что получается вас на 1500 человек, чтобы переехать, потребовалось полтора месяца, да? Ну, не так критично, как бы, насколько человек, главное просто работа, которую нужно было проделать, все, переехать, все проверить, доделать, все. Полтора месяца это, скажем, больше, больше срока самого переезда, просто после того, как мы переехали и пользователи уже начали работать и Slack уже закрылся, мы какое-то время еще что-то дорабатывали, снимая, ну, прямо то, что, прям блокеры, которые сильно мешали работать. Вы все в компании тоже переехали со Slack, но мотормост, интересно, вот ваш опыт было послушать, и вот про фичи вы говорили, то есть, все-таки там же не полный паритет между мотормостом и Slack, по-моему, видео в мотормосте нету, да, возможностей, так же удобно работать, вот какие-то такие именно вещи пытались допиливать, то есть, ну, допустим, видео, когда в Slack просто прикрепляешь, оно прям там проигрывается внутри мотормосте, оно как в MP4 прикрепляется, его на сначала выкачать, то есть, вот в плане вот таких вот бытовых неудобств, что еще, как бы, какая разница, пытались ли вы как-то ее справлять? ну, вот про видео, честно говоря, не скажу, потому что вообще был не особо в контексте проблемы, буду честен, разработка практикума не пользуется мотормостом, мы сидим в Телеграме, в мотормосте в основном ревьюеры, ну, в общем, не разработчики платформы, в смысле, не ревьюеры факультета, из примеров того, чего прям сильно нужно было допиливать, это ну, из не самого критового, но очень приятного реакции, уведомления о реакциях, потому что, например, ты сказал, что я что-то сделаю, и тебе не отвечает кто-то там ок текстом, а, например, просто ставит там реакцию глазика, галочки, и круто получать об этом уведомлении, как в Телеграме, когда кто-то лайкнул твой пост, вот из коробки этого не было, мы это доделывали, мы переделали очень сильно интерфейс тредов по сравнению с базовым, потому что то, как отображался интерфейс по умолчанию в мотормосте, ну, вообще нифига не юзерфендли, в нем прям теряешься, потому что он просто все, ну, я могу наврать, но, по-моему, он все посты, сообщения из всех тредов, на которые подписан пользователь, просто склеивал в один список и сортировал по дате, то есть там все вперемешку, ну, это вообще нифига не читаемо, мы это все переделывали, поиск, у слага привычно, сверху строка поиска, ты в нем ищешь сразу все, у мотормоста из коробки там четыре строки поиска, и юзеров надо искать в поиске каналов, и подобный не сильно логичный бред, вот мы это тоже все сводили в одну ручку и в одну выдачу, ну, какие-то такие вещи. А вы на компьютере можете показать, как у вас мотормост выглядит после доклада? Могу, надо просто посмотреть, чтобы там не сильно много гандашных данных было, но хорошо, в кулуарх могу попробовать. Показать, вот некоторые вещи, группировка каналов, это там все есть, может, не знаю, вы вроде в этом году уже делали переезд, странно, что... Она там была, она нам была, да, там был какой-то вариант, но он нас тоже не устраивал, мы его все равно переделывали. Интересно посмотреть, что у вас получилось, спасибо. А мне немножко провокационный вопрос, хотя все равно благодарю за доклад, я успел, я почувствовал твою боль во время рассказа, потому что я в первоначальной эмиграции в своей компании тоже участвовал, благо потом наняли отдельных ребят, но все-таки мой провокационный вопрос, ты сказал, что разработчики не пользуются тем, что они сделали, и еще я знаю от знакомого, что ученики пользуются пачкой, а не вашим мотормостом. Почему так? В первую очередь, потому что студенты уехали раньше, у нас изначально в Slack'е было три, у нас в Slack'е было три workspace'а, один для студентов, другой для ревьюеров и наставников, в общем, и третий для внутренних сотрудников, то есть для факультетов. Мы не пользуемся модерномостом, потому что мы не сильно пользовались и Slack'ом, то есть именно разработки корневой платформы в практикуме не так много, то есть вот эти вот полторы с лишним тысячи человек, ну, разработчиков нас, ну, дай бог, человек 70 наберется. Мы как бы и так жили немножко обособленно, и поэтому вначале оттуда переехали студенты в пачку, спустя, ну, они прям сильно раньше нас переехали. И потом уже, когда стал переезд, ну, мы ребят, которые работали в Slack'е, в модерномост перевезли, а как бы сами как в Телеграме жили, так и продолжили жить. Ясно, спасибо. Это не совсем правда, что мы совсем в модерномост не заходим. Ну, например, это у нас там чат для дежурств, то есть если что-то ломается, это не... Сказал Snapchat? Нет, я говорю, например, в модерномосте разработка работает, когда она дежурит. То есть если что-то с факультетов, например, ломается, и они об этом хотят оповестить, они призывают нас в модерномосте. Вопрос чуть-чуть в сторону от доклада, но тем не менее здесь у нас мы здесь разработчики, ты говоришь, что вы сидите в Телеграме, расскажи, что в Телеграме интересного дополнительно к Телеграму сделали для того, чтобы вам там было удобнее жить. Потому что по умолчанию Телеграм же он тоже очень неудобный для разработчиков. Нам достаточно просто нескольких чатов. Скажем так, для разработки достаточно самого базового даже функционала, просто обычной группы, в которой мы переписываемся, потому что мы особо не код там не кидаем, если у нас есть какой-то код, мы кинем ссылку просто на пиар в нашем репозитории или ссылку на тикет в очереди. А если надо сделать меншин, например, всего канала? А зачем? Просто у нас там нет каких-то таких важных исторических данных, которые мы прям ни за что, ни за что не хотели бы терять. Немножко посложнее начинает выглядеть Телеграм, когда там собираются много людей и там создают вот эти вот эти граммовские треды. Вот, честно говоря, они немножко громоздкие. Но у них тоже иногда приходится работать. Ну, ничего, привыкли. Спасибо. Спасибо за доклад. Меня зовут Дмитрий. Не знаю, я так послушал, у меня до этого была уже такая мысль, то есть вот есть много компаний, моя в том числе, которые переезжали на мотормост со слака. Кто-то, возможно, просто взял open source версию и работал как есть, а вот как ваша компания, они еще могли дорабатывать. И сейчас, наверняка, есть много мотормоста. В официальный open source, наверное, это все не закидать, но были ли у вас мысли сделать какой-нибудь там, ну, не знаю, российский open source вариант мотормоста, его как-то в массу выводить? Или для вас это скорее какой-то очень заточенный под вас продукт, типа внутренний? У нас не было пока планов на нем непосредственно зарабатывать, тем более, что там только внутренние сотрудники, мы в ближайшее время точно туда не собираемся запускать студентов. лицензия позволяет это сделать со следующим... Я не знаю, что заработка, но скорее всего нет. Там лицензии есть следующая штука. Все пользователи мотормоста должны иметь доступ к исходному коду его. Вот, пока оно раскатано на сотрудников, это ок, потому что, в принципе, все наши сотрудники могут залезть в нашу монорепу и посмотреть на то, что мы с этим мотормостом наделали. Если мы захотим туда запустить внешних пользователей и, в частности, например, студентов или кого-нибудь еще, то, ну, мы должны будем это утащить куда-нибудь на гитхаб. Пока просто об этом не задумывались, тем более, чтобы делать опенсорс не на студентов, а прям как российское решение. Но, может быть, просто это не наша цель, мы все-таки от тех и, в первую очередь, про образование. Если куда-то и пойдем, то только в сторону раскатить на студентов. Спасибо. Плюс, я думаю, уже есть российские компании, которые в популяризации мотормоста вложили куда больше усилий, в частности, Тиньков. Вполне возможно. Что-нибудь будет. Так, вопросов нет. Давайте поблагодарим докладчика. Спасибо. Спасибо.